Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Я была первой выпускницей Добавил DimaTorzok 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 Мы понимаем их не только связанные с программными творами, а вовле я стараюсь, как дети имели правильный ориентир по жизни. И мне интересно завсюду не только чуть их думку, но и учиться у них. И часто из них в основе я делаю для себя очень важные основы. Мои учени вельми шмат любят говорить и разважать про то, насколько важно, чтобы человек был духовно богатым. А мне кажется, когда есть мораль, когда есть духовность, когда есть правильное разумение сына с жизни, то эти дети будут успеховыми гражданами страны Беларусь. И моя старость будет зависеть от того, какими они вырастут. Подводячи выник урока, я завсюду цикавливаюсь, что на нашем уроке было не так. И они скажут, широко скажут. И тогда я веду, что нужно провести удалую работу над помылками, относительно к самой себе. Но как проводите? Это на шляху школу, новый день? Не, каждый урок я вельми досконально продумаю, рыхтую. Али бывает довольно часто и так, пока я пройду до школы, и некоторые моменты урока, этапы урока просто передумаю. И мне здаётся, что это отрывается довольно удало. Ну, расскажите, что же вы спрабывали укоронять на своих уроках? И это же сенс, безумовно, какая кисть и несет каждая ваша задумка. Вельми часто у нас и хлеб-соль присутничает на уроках, когда это до темы стосует. Ну, яку явить счастье без хлеба. Поэтому и возникла у нас задума сегодня с хлебом-солью. Зразумело, что мы выкорыстовываем разные формы нестандартных уроков. И вустые моменты на уроках, как синквейн, как кластер, как карта памяти, как опорные таблицы и схемы, как отказ на пытания, что я ведаю, что мне ещё потребно доведаться в конце урока. Конечно, они дисциплинуют и ученики, и наставники. И самое важное, что для меня приемно, мои ученики не обыяковые до родного слова. Они его поважают, они его ценят. А это великое вознагародное для меня. А вот вы не боитесь разбалывать, скажем так, учеников? Я не привыкнуть, что вы зимой гуляете, жартуете. И уже раз без цены не будут серьезно ставиться до школьной программы? У нас нема такого распаусюдженного варианта. У нас всё до места идёт. И дитя не можно разбалывать, когда ты этого не хочешь. Дитя треба любить. А любовь никогда много не бывает. И когда я не вижу эту любовь, она мне платит тем же. Поэтому у нас всё дозировано. У нас всё правильно. Усё до места. Тому я спокойна за своих учеников и за их веды. А показчики среднего балла и узровин наученности, и то, как ученики сдают централизованное тестирование, говорят, что не, мы их не разбеживаем. Мы их учим працавать. Мы их переконываем, что самые трывалые веды – это веды, сдобытые самостоинно. И в процессе и серьезной працы, и гульневой працы мы учимся сдобывать трывалые веды. У нас такое централизованное тестирование. С двух стабальников по белорусской мове у районе один ваш? Один мой. Один наш. И гэта выник нашей суместной працы – это Дашинский, Микита. Хотя и инши наши выпускники сдали вельми добра централизованное тестирование. И средний балл сярод в учнях 11-го А-класса, с якими я працавала, довольно серьезный, довольно солидный. Он наш мат наватвышейший, чем у нас в области, гэта средний балл. Али гэта выник нашего супрацовництва. Мы там были сябры, мы там были коллеги, мы сядели у одной лодцы, плыли у одном на керунку. Ну, а администрация, зрозуміло, что это помогало нам не сгубиться, а вот и море веду. До слова, кабинет белорусской мовы и литературы признаны лепшим у районе и не здарма. Школьный класс – хавая сокреты. Звычайный на перший погляд, але и некальки кроков, и мы трапляем у сопраудную белорусскую хату. Это одно из самых теплых утульных мест в нашей гимназии. И наша белорусская хатка этнографичной экспозиции расчинила гостина своей двери в 2000-м годе. Сегодня тут знаходится 196 экземпляров. Незвычайность нашей хатки у тем, что усеветы экспонаты подарованы, удары отдадены вучнями, наставниками нашего престолича. И зрозумела, что часто детки наши, когда приходят сюда, просто так посидеть, поговорить, называют эту хатку – хатка-споведальняя. Тут все правды утульно, тут тепло, тут добро, тут незвычайный дух. Витаем, вы это можете зауважать. И сердце открываются, детские. И мне приемно, что наши вучни, наши наставники свято относятся и до белорусской мовы, и до нашей культуры. И усими силами в нашем историческом городе, за славой моим к ним, все заховать адвечные традиции, спрадвечные традиции нашего белорусского народа. А есть у вас тут махчумай любимый экспонат? Ну, что вам больше? Конечно, есть у нас экспонат. Вот это. Это абрус 1917 года. Вот это. Тут наводдата у нас. А откуда он вам достался? Нам достался он удар от нашей наставницы, якая живет у Ратамцы. А ее досталось от ее прабаболи. Вот это шедевр. Одним словом, когда дети сюда трапляют, могут и сгубить лек часа. Да, им тут очень интересно. Тут мы проводим не просто экскурсии, а уроки. Тут мы проводим уроки по истории в Беларуси, наставники приходят. Потому что, правда, весьма таких речев, про которые наши дети не ведают, не чули, лучше один раз убачить, чем сто раз убачивать. Про творческих наставников Узаславской гимназии протягнем оповеду другой части программы. После сюжета про одного злаурата у спецпремии «Человек-водоменьшины» дальше становильной рекламы. Заставайтесь с нами. Для Александра Лазовского журналистика не просто его сфера профессиональной деятельности. Это образ жизни. Более 30 лет он посвятил работе со словом. Работу тогда будешь любить, когда выбираешь ее осознанно. Я, можно сказать, с детства шел в журналистику и ни одного раза никогда не пожалел о том, что связал с ней свою судьбу. В 2009 году Александр Иванович заступает на пост главного редактора «Молодежинской газеты». Под его руководством издание стало одним из лидеров среди СМИ Центрального региона и в творческом плане, и в финансово-экономическом. Я горжусь своей профессией потому, что я выбрал ее, а она выбрала меня. Не вытолкнула, не оттолкнула. Я служу людям на своем поле деятельности и стараюсь служить достойно, ответственно. Я горжусь тем, что работаю именно в Минской области и служу в Минщине. Гипермаркет на колах. 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 Валентина Даманова – владельник генеровых грамот Министерства Адукации, старшинный Минаблвы Канкама. Все лет я в учене на централизованном тестировании набрал максимальную количество баллов. Между тем я и уроки – это открытый и ширый диалог с звучными, которые это очень ценят. Белорусская язык – современный час, она губляет свою стоимость, а мы стараемся поддерживать ее. Это хорошо, мне так кажется. Мне вельми подобаются эти уроки, потому что на этих уроках мы не как наставник звучными, а как сябры. Когда мы хорошо работаем, мы отримываем запасные баллы, которые мы можем перенести в журнал. Мы их отримываем за творческие работы, малюнки, за версии, которые лучшие. Я знаю, что ты такая серьезная, вы жарствуете на уроках? Есть какие-то такие моменты для релаксации? Конечно, есть. Мы рассказываем некоторые анекдоты, которые связаны с белорусской мовой, с нашей культурой. Какие интересные истории, которые стараются в нашем жизни, в жизни наших родителей. Это, конечно, весело. Это 9 класс отметный. 9 – средний балл по поспеховости. 9 в учнику претендуют на посвечение особливого узора. Дякуючи у тымлику и Валентине Дамановой, у детей, именно в школе открываются шматликие талинты, до прикладу, литературные. Вот наставница показывая сборнику, яке увайшли творы в учнику трех заславских школ и гимназии так сама, книга увидела свет селета. С легкой руки Валентины Дамановой и кероника гимназии Александры Даманова почалося супрацовництво установы с Сябром Союза письменнику Беларуси Светланы Быковой, яка осенне кероник литературного клуба при гимназии. Спочатку зладзели сустречу с детками, с учнями школы, яке пишут сами и верши, и каски, сцене, и прозу. И потом я попросила, каб сабрали то, что имя уже створно, что написано, каб поглядеть, что я напишусь. У першыню тут собралось 33 человеки зацекавленных, але потом, калі паседжыни стали отбывацца, их стала менш, гэта чалавек 17 на сёняшній дзень, але гэта ты, яхто, ну, зацекавленная, да, зацекавленная. Бо творчыць гэта тая справа, якую нель гарабіць паднацискам, гэта тоя, што іде ад душы, што укладзена природай. Выніком сумесной творчый працы істаў сборнік струмені Заславской крынічкі. Боўш за 200 особнікаў тыраж, 77 аутыраў і 49 юных мастакоў, які спеціальна дазмешчыных ў кнізі твораў, створылі малюнкі. 27-го жніўне было свята города, на якім была презентація гэта гэта гасбурніка, і ўсім аутырам і мастакам малінькім былі уручаны экземпляры як падарунок гэта гасбурніка. Гэта було свята дзятсінства, можна сказаць, ў нашым дзяцьшым парку іно адбылося. І я думаю, што гэта дасть ім некі штуршок, каб далі гаторабіць, реалізаваць сябе ў творчасті. Вось адкрыць нешто ў сабе, спарабаваць сваі сілы, эмоц і далі, не пакінуць гэту справу. Но ў вас настрой якім, а к чому будзе і другі такі зборнік аналогічны? Калі тая крынічка не затухне і будзе надалі бегчы, я думаю, што гэта так і будзе, і будзе писаць нашы молоді творцы зыславцкі, то будзе і другі, і трэці, і надалі. Міштым, сама Светлана Быкова свой першы верш написала ў сорок тры гады. Сёння яна аутар дзясяці кніх. До трох жі їх ілюстрацій малявалі дзяті. Вось гэта вершук пра маўго кузю, і вось дзяўчынка так намалявала маўго кузю, правда, яна ніколі яго не бачыла, і он мене шэры, а тут руды, але вось... Та так уявіла. Да, яна так уявіла. Заславская гімназія і гэта адзначаюць ўсе наставнікі і саправдная сям'я. Іх обедна у лёс і любоў да професі, як і героеў нашы праграмы. Александры і Валянціна Дамановы прыгадываюць, як пазнаёміліся. Знайомая мы 35 гадоў, а разом як муш і жонка жо 31 гад. Пазнаёміліся мы студэнтамі шоў далёкім 1981 годзе. Тады було вельмі папулярным цярд студэнства будавнічай атрады. От наше перше знайомство дбулося ў будавнічым атрадзе. І пасля гэтага знайомства, ось ўже 31 гад, мы побачь і на праце, і дома. Дакладна не я. Ён вогулі на філфаку, это ж дзявочай колектив. І там столькі много дзявчат, столькі много дзявчат, столькі мало хлопців, што думаеш, ну дзе та? Вогулі гэта така цікавая зустріча трималася, тому што мене, я був командзером будавнічага атрада, гэтам атрадзе було 50 чоловек, 45 дзявчат і 5 хлопців. Мні ў карманчик падлажылі записку. Буду чыкаць цябі ў гадзіну ночі тамта і тамта. Вось я пайшоў шукаць ў гадзіну ночі сваю шчасть. Гэта був жарт, канешні, цяуча-то пажартовалі. Гэта не я была. Але я падумал, што гэта вось Валентина. І пасля гэтага пачаў більш уважлива празіраць, наглядаць за ё, і так, здаецца, нічога так, атрымалайся. Яна настаўнік, ён дырэктор ў школі, а ў житті сем'я, яка перадолююши любэння зручності, с кожным днём становиць самоснійшай. Мы стараемся покидать школьне пытання тут, а дома мы сем'я. Бо коли мы починаем падымать школьне пытання дома, устраивать свои педсоветы, то у нас вельми часто спрэчки узникают. Пазіція настаўніка, позіція адміністратора часто не сападаюць. Огле мы дома стараемся допамагаць адзін аднаму. Хто мая вольный час, той допамагае другому. І гэта так ўже склалася гадамі, я лічу, што гэта вельми правільна. І гэта нас падтрымлівае ў любой ситуаці. Я нагадаю, што наша программа, як і усі репортажа ефірнае відео, любый час доступна на офіційном сайте ctv.by і на ютюб-канале столичного талебачення. Заходьте, глядіте і підписывайціся. Ну а я розвітваюся з вами. До састрэч! Субтитрувальниця Оля Шор